Второй раз город Танбуком принимает международный турнир по бадминтону память известного брестского тренера Виктора Конаха, воспитавшего целую плеяду настоящих звезд белорусского бадминтона. Нынешний турнир собрал больше двух сотен участников из семи стран, 90 юных спортсменов юниорского возраста и 120 участников во взрослой категории. На этом турнире участвуют сильнейшие бадминтонисты Беларуси в мужской категории. Здесь есть и первый номер, второй, третий и четвертый номер Республики Беларусь во взрослом турнире. Также принимают участие в юношеском турнире спортсмены, которые состоят в списках национальной команды. Основная борьба среди юниорского возраста в рамках открытого первенства Брестской области развернулась среди представителей Брестской школы бадминтона и спортсменов из Минска. Финалы, как в одиночных разрядах, парных и миксах, получились яркими и напряженными. Оно и понятно, турнир рейтинговый и входит в республиканский соревновательный календарь. А среди спортсменов старшей возрастной категории немало членов национальной команды Республики Беларусь. Было очень много таких моментов, которые были достаточно сложные. Финал был такой, но не из легких. Также за выход в финал игра была не такая уж и простая. С 1992 года бадминтон вошел в Олимпийскую семью и в Брестской области этот вид спорта развивается стабильно. В регионе успешно работает сильнейшая в республике школа бадминтона. Среди самых ярких ее воспитанников победители и призеры престижных международных стартов, участники Олимпийских игр Олеся Зайцева и Алексей Конах. Спортсмены, на которых равняются нынешние молодые бадминтонисты и тоже мечтают попасть на Олимпиаду. Да, мечтаю, конечно. Хочу поехать на Олимпийские игры, но это в дальнейшем, когда достигну, это моя цель, я хочу ее достигнуть. В будущем хотелось бы больше побеждать, возможно съездить на Олимпиаду, но это уже не будем смотреть наперед. Вместе с тем, по итогам турнира бадминтонисты старшей возрастной группы, набравшие наибольшее количество рейтинговых баллов, получат возможность отобраться на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре в испанской Оэльве.